Приглашаю в наш эфир Ростислава Мурзагулова, известного журналиста и ведущего открытых медиа. Ростислав, приветствую. Добрый день, Илья. Рад знакомству. Да, я тоже, наконец, много про вас слышал. Куча у нас с вами общих знакомых, друзей. Бурные дискуссии всегда вокруг вас кипят. Но вот сегодня нашелся повод поговорить в непостороннем для вас регионе. В Башкирии вспыхнули массовые акции протеста. И вот вы знаете, с одним из таких заметных людей национального движения Башкирии, Русланом Габасовым, у меня все время были споры. Он все время говорит, вот вы нам только дайте возможность, мы, Башкиры, сейчас там вообще выйдем на улицы, у нас будут миллионы, мы возьмем власть в свои руки, и никакая Москва нам там даром не нужна. Ты недооцениваешь вот этот вот потенциал, который заключен в Башкирии. Я вам все время говорил, сколько раз в Башкирии был, куча у меня тоже там и друзей, и ряд моих помощников сейчас в Башкирии сидит по обвинениям там в терроризме и экстремизме. И после начала там широковасштабной операции их повязали. Но я вот не так много видел массовых протестов, которые бы вот говорили о том, что действительно люди готовы брать ситуацию в свои руки. А вот сейчас, когда я смотрю то, что там происходит, ну, в общем, маленький город, в общем, и там пять тысяч жителей, и градус протестов такой, что, говорят, уже кого-то там забили до смерти полицейские, кто-то погиб на этих протестах. А все из-за того, что достаточно известного политического активиста Фаиля Алсынова сначала арестовали, сейчас дали четыре года. Он тоже один из основателей движения Башкорт, так же, как и Руслан Габасов. И это движение признано тоже там, значит, экстремистским, сепаратистским, запрещенным. Ну, и говорят, что вот в этом и есть основная причина, почему за Фаилем пришли. Хотя, вроде как, у него были и высказывания против мобилизации, ну, а там шили ему непосредственно против мигрантов и всего прочего. Вот, Ростислав, что вы знаете про происходящее, и как вы вообще оцениваете сейчас ситуацию в Башкерии? — Илья, ну, я происходящее знаю примерно все, потому что, если ты посмотришь... Можно, да, на три пересесы? — Да, давайте, с удовольствием. — Да, действительно, друзей их очень много, поэтому я как-то не воспринимаю тебя как чужого человека. Итак, если ты посмотришь на досье мое и Руслана Кабасова и Фаиля Алчинова, ну, или Алсынова, как он себя сам называет, на башкирский более манер, на Лубянке, то там будет написано, что мы все трое башкирские националисты. Что где-то, наверное, примерно может соответствовать истине, если как бы национализм считать патриотизмом, да, и наоборот. Потому что, ну, мы действительно все трое патриоты, как бы, да, нашей республики, но у нас с ними чуть-чуть разные взгляды на то, как республика должна развиваться. У меня, конечно, взгляд чуть более такой, точнее, сильно более светский и либеральный, потому что, ну, вот я-то сам такой, да, человек. Они люди более консервативные, и мы с ними достаточно часто спорили по разным вопросам. С Русланом Кабасовым мы спорили очень громко однажды по поводу того, как они возмущались с товарищами о том, как одна из башкирских художниц, Алена Савельева замечательная, нарисовала много голых людей. И там были в том числе и как бы элементы башкирской, так сказать, одежды и всего такого. Было очень красиво, на самом деле, без пошлости, но мне очень понравилось. Я даже ее попросил там продать мне пару картин, а вот русланцы товарищи возмущались. На самом деле все это, конечно, абсолютная ерунда сейчас, да. То есть сейчас ругаться о картинах, я думаю, что мы больше не будем, потому что сейчас всем понятно, да. Как вот помнишь, наверное, когда вокруг овощебазы был такой большой конфликт, там убили парня славянского, и потом как бы ходили взмущенные жители, по-моему, Бирюлева, и искали на овощебазе тех, кто вот это все в России организовал. И тогда, я помню, запостил на Фейсбуке, что, ребят, вход на овощебазу вообще-то находится здесь. И нарисовал ворота в Кремль. Так вот, сейчас нам тоже понятно всем башкирам и тем, кто светские, и либерально ориентированы, тем, кто ориентирован более консервативно и более религиозно, сейчас всем понятно, что вход на овощебазу по-прежнему располагается в Кремле. И что главный его директор этой овощебазы, господин Путин Владимир Владимирович, что это единственный наш общий враг, потому что, действительно, то шкотское состояние, в котором содержатся российские регионы сейчас, оно просто не позволяет никак не развиваться, не расти детей нормально, и не образовываться нормально. И, собственно, именно поэтому вот так много наших соотечественников, наших башкир, пошли на эту мерзость, именуемую Россией СВО. И именно поэтому мы одни из самых пострадавших, на самом деле, регионов в плане количества погибших, потому что этих дураков отправляют туда, ничего не обученных, они туда приходят, еще и многие видят, что, оказывается, их обманули, что эта вся война никому не нужна, никакое НАТО, никакие укронацисты не существуют, желающие напасть на Россию. И вот они там, у меня родственника убили, потому что он автомат не поднимал принципиально. Вот у меня близкого родственника убили, потому что он там уже находясь, все понял, и уже просто не мог сбежать, он пытался бегать, чтобы поймали. То есть свои убили? Нет, убили не свои, но убили украинцы, убили по делу, потому что он был на линии фронта, но он не поднимал автоматы, не стрелял в их сторону, потому что он понял, что это все вранье по поводу укронацистов и так далее. Так вот, и, соответственно, по поводу того, что происходит сейчас в Башкирском Зауралье, вот это, конечно, результат вот той колониальной имперской политики, которую ведут путинцы, товарищи, уже много-много лет, когда выкачали все ресурсы до нельзя из моей Башкирии, когда уже у нас нет ничего, принадлежащего нам там. Я имею в виду нам, не мне конкретно, а каким-то моим друзьям, а я имею в виду, когда ничего не принадлежит даже выходцам из Башкирии. Все централизовано до нельзя. Нет ни одной крупной компании, которая бы занималась сырьем, которая бы сейчас оставалась в Башкирии. Последней как раз была Сода, об этом мы можем поговорить. Там ребят, вот, кстати, Руслана с Фаилем развели просто, просто развели и использовали в темную, потому что сказали им, что смотрите, священную гору сейчас строят, а на самом деле под этот шумок просто отобрали, опять-таки, владельцы, которые Башкирии много отдавали налогов, потому что выходцами оттуда были, и забрали и отдали тем, кто никого, ни черта, ни во что не ставит, а именно господам Роттенбергам, официально, и которые перестали сразу же что-то хотя бы отдавать Башкирии. Ни социальных выплат, ни благотворительности, ни, конечно, налогов. Они все быстренько соптимизировали, и там у себя в Питере и в Москве там резвятся. И вот это происходит, на самом деле, много лет. И на самом деле, вот что бы там ни говорили официально, лидеры восстания вот этого, да, и его участники рядовые, они, конечно, прячутся за какие-то слова о том, что они не любят местную власть, не любят региональную власть. На самом деле все они все понимают там. Там дураков нет, там есть нормальные ребята с хорошими мозгами, те же Руслан Сфаэлем, далеко не глупые люди. И они понимают, на самом деле, в чем причина происходящего. И, соответственно, я очень надеюсь, что таких людей, которые вот так же, как в Баймаке, выйдут и скажут свое «нет» тому, что происходит, пусть даже они поначалу будут скрываться за какими-то лозунгами, знаете, там «помоги нам Путин», да? Ну, они понимают, что Путин им не поможет. Ну, вот, чем скорее все это начнет происходить массово, тем быстрее весь этот кошмар закончится. Слушай, ну, смотри, вот Баймак, там, ну, не очень большой город, прямо скажу, да? Ну, не маленький. То же самое, ну, не очень большой, ну, хорошо, то есть, как, ну, он районный центр, правильно? То есть, по размеру, да? И в нем пять тысяч человек. Ну, я могу сказать, что в Москве, когда пять тысяч человек собирается, это уже довольно большой митинг. А тут не просто, значит, там пять тысяч человек, но и полиция явно подготовленная. Там применены следоточивый газ, светошумовые гранаты. Я тоже в Москве не помню, когда бы применялся следоточивый газ. Хотя каждый раз мы там готовимся, объясняем, как это там, то есть, делать там и так далее. Но так, чтобы его применяли, не разу. Вот давай посмотрим сейчас лайф про полицейских. Зачем избиваете? Почему избивают? Ну, вот смотрите, что делают, смотрите. Дай команду, дай команду мирным путем лечить, без силового применения. Смотрите, вот избивают, почему, что делаете? То, что здесь происходит сейчас, в настоящий момент, это что-то страшное. Это государство, а ну как уже террорист. Все, народ опять обратно идет. Ну, смотри, вот такой вот... Я могу, на самом деле, просто рассказывать, да. Не, если можешь что-то на эту тему рассказать, потому что я хотел спросить, как это решение, с твоей точки зрения, принимается. Ну, если ты хочешь к этому еще что-то добавить, добавь, пожалуйста. Да-да, а я как раз понимаю, это твой вопрос. Я сразу уже начал об этом рассказывать. Я попытаюсь аккуратно рассказать, не подставляя тех, кто мне все это рассказал о том, как это сейчас там происходит. Но, в общем, дело происходит следующим образом. Во многих регионах уже, в том числе в Башкирии, ну, мне это известно доподлинно, создан так называемый штаб по подавлению возможных протестов. А прописаны уже все регламенты. И для власти региональной, для властей муниципальных, для федеральных структур, ну, естественно, для силовиков тоже. Как в таких ситуациях действовать? Я вот прямо смотрел, как в Баймаке развивалась ситуация, и видел вот эти все протоколы, прям вводимые один за другим. И последним, что я увидел, я увидел отключение мессенджеров и замедление интернета, кстати. И это все происходит там. Они там готовятся, они понимают, что сейчас что-то такое по стране побежит, потому что, ну, понятно, что люди могут терпеть месяц, два, год, но когда-нибудь они начнут понимать, где вход на овощебазу, да, как мы сказали. Соответственно, вот эти протоколы сейчас в действии введены. И очень хорошо, кстати, вот то, что сейчас там кричит кто-то из тех, кто снимает, не вовсе не о муниципальных властях и не о том, что в итоге вошло в официальную резолюцию этого митинга, да. Они говорят о том, что это государство превратилось вот в это вот. И, собственно, это очень хороший знак, на самом деле. Я думаю, что это первая ласточка такая. По поводу башкир, кстати, у нас же давние традиции бузить против царей. Мы же еще во время царизма поднимали восстание раз в 40, например, да. И вот некий Алибай Мрузогулов, там был такой руководитель одной из дорог в республике тогда, еще, по-моему, без названия, просто в некоем таком Башкортостане в общности, да. Ну, тоже интересный был парень такой. Так что я про это много знаю, могу рассказывать тебе часами, потому что ты мне прерываешь, задавай вопросы. Ну, да, смотри, я тебя что хотел спросить. Ты же вот человек очень грамотный, втусованный, опытный и так далее. У нас с тобой есть очень хороший общий знакомый Радий Хабиров, да, то есть который там сейчас рулит всей ситуацией в Башкирии, да. Значит, ну, как бы я этого человека помню хорошо, да, то есть вот кто он, что он, как он и так далее. Да, вот это решение, вот о таких вот вещах, как ты считаешь, оно принимается на региональном уровне или это идет через Кремль? Я потому что вот смотрел, как происходили аналогичные события, например, в Дагестане, ну, когда-то к тому, что происходило там год назад по мобилизации, как раз там я имел прямое отношение, а потом был такой отвратительный ремейк в виде еврейских погромов, которые были, хотя организовывали это в Дагестане примерно не те же люди. И тогда был первый раз, когда был заблокирован телеграм-канал, удален Дуровым, других я там примеров до этого не знаю. А сейчас вот это вот все происходит массово. Вот на каком уровне принимаются эти решения? Ну, смотри, значит, региональные власти в последние уже несколько лет, да, их из Москвы, честно говоря, ни во что не ставят, так вот мягко скажем. И, конечно, разнарядки приходят из Москвы, приходят максимально подробные. И, в общем-то, дальше уже у любого губернатора начинается такой момент, такой минута выбора, знаешь, когда либо задрав штаны нестись за комсомолом и свернуть себе шею и оказаться ненавидимым всеми нормальными патриотами региона, этот путь выбрал Радий Хабиров, забегая вперед скажу, ну, либо вести себя более-менее адекватно, да, и пытаться сберечь своих людей от всей этой мерзости, которую Москва предписывает делать губернатором собственными гражданами, своими соседями, друзьями, родственниками и так далее. Хочу тебя расстроить. Этого Радия Хабирова ты не знаешь, потому что тот, Радий, которого ты знал, был совершенно другим человеком. Я его тогда тоже знал хорошо, и я искренне защищал его от посадки в тюрьму, потому что считал, что это несправедливо, потому что он не делал того, что шили ему тогда. И, спасибо, тогда еще проявил себя более-менее адекватным человеком, в отличие от того, что он творит сейчас, Владислав Юрьевич Сурков, тоже хорошо тебе известный. Вот, значит, и он, значит, устоял перед тем давлением, которое было. И действительно, Радий был тогда мужиком, с большими седыми, значит, признаками мужчины. Значит, и, соответственно, он себя вел соответствующим образом. У него были какие-то понятия о чести и достоинстве. А сейчас, к сожалению, всего этого у него нет. Сейчас у него есть только желание как можно дольше сидеть в своем кресле и желание подскакивать и плясать под любую команду из Москвы, которая приходит. Которая приходит от хоть кого. Когда сраный, сбитый летчик Сердюков приезжает, он перед ним там такой вытанцовывает, что у него есть сказать, Радий, ты дурак совсем, ты с ума сошел, кто к тебе приехал, ты что перед ним скачешь, это кто такой? И так далее. Вот он сейчас ведет себя так, и да, конечно, он усердствует слишком сильно и очень сильно в том, что он, так сказать, исполняет, получив эту разнарядку из Москвы. Потому что нормальный человек, получив эту разнарядку, попытался бы как-то хотя бы смягчить что-то. Ну или в конце концов, когда там начался совсем трэш, когда просто тебя заставили своих земляков на мясо отправлять, на несправедливую войну, а ты не идиот, и это прекрасно ты понимаешь. Ну как-то же можно было это делать, либо попытаться не выполнять, но когда заставлять бы начали или выгонять, ну ушел бы, господи. Он же, я думаю, что там не одну копейку заработал, все то время шести-то. Ну вот, соответственно, он выполняет это так, что смотреть на это противно, просто кровь из города, честно говоря. И мне неприятно, когда-то были близкие. Смотри просто, как получается, вот в этом самом Дагестане, там сугубо такое военизированное наместничество, абсолютно чуждое региону поставленное там, значит, это сверху. При этом, ну вот президент, да, то есть губернатор, глава региона, значит, он вообще просто там чисто, соответственно, внешний и русский, да, там, значит, экономическое руководство с Татарстана, да, там, значит, в регионе, то есть все внешние. И вот они при этом останавливаются, не идут воевать с народом и боятся. Значит, Радий свой, абсолютно. При этом человек гораздо более высокопоставленный, чем руководители Дагестана в прошлом, да, который гораздо лучше все знает, соответственно, в Кремле и, по идее, должен иметь гораздо больше возможностей там договориться, объяснить и так далее. И при этом действует он противоположным образом. А с другой стороны, вот мы когда вели там анализ состояния региональных элит, что они будут делать в случае революционных перемен в Москве, вот по моей раскладке получается так, что как раз элиту дагестанскую точно придется менять, что с ней договориться будет невозможно. А вот что Радий, я уверен, абсолютно, там, значит, придет и будет говорить, там, чего изволите, значит, новый босс и повелитель. Вот ты согласен с этим анализом или нет? Да, ты знаешь, он так привык к этой власти, знаешь, я думаю, что ты много людей, как и я тоже видел и в Москве, и в регионах, которые вот эту вот бациллу власти, пустив себе под кожу, да, в разные места разные люди, они просто уже не могут жить без нее, они уже так привыкли к тому, что у него кресло, большой кабинет, и у него, значит, это самое главное, вот эта вот возможность поорать, покомандовать, там, покидаться пепельницами, как Сурков тот же и так далее. Вот не просто же так в мире введены все эти правила давным-давно, что власть должна быть конечной, что президент не должен сидеть больше восьми лет, да, ну, в основном в странах нормальных и так далее. Потому что, посидев там, в этом Кремле своем дурацком, они же превращаются реально в монстров, в космонавтов. Мы так много знаем людей, которые были нормальными, которые там работали, с которыми можно было говорить, с которыми спорить можно было, возражать, говорить, нет, люди не примут этого, нет, делайте по-другому. Но что происходит сейчас? Сейчас же все превратились в каких-то солдафонов, сейчас у них там долбанный военный коммунизм. Поправь меня, если я не прав. Нет, ну, я с тобой согласен, но это как раз, да, все познается в сравнении, потому что я хорошо помню, что когда Хабиров был в Кремле, но он для меня другом, мягко говоря, не был, да, то есть он для меня был как раз лицом этого режима, душителем свободы и так далее, но тем не менее с этим душителем свободы можно было вести диалог, да, то есть ты ему что-то говорил, он тебе что-то, значит, отвечал, говорит, вот туда не ходи, ты можешь сказать, нет, а я все равно туда пойду, он, это у тебя будут потом проблемы, ну, то есть, значит, соответственно, по крайней мере, то есть с тобой, прежде чем пустить в тебя пулю, значит, разговаривали, да, сейчас, конечно, и то, что пули пожалеют, скорее там будут дубинкой бить по голове, но просто это, вот эта вот вещь относительно договоренности, она ставит другую проблему, которую я как раз обсуждал с Русланом, и мы пока, я прямо скажу, не пришли к общей точке зрения, вот, а я с Русланом когда-то вообще познакомился в Уфе, значит, в ходе автопробега Белый поток, когда мы приехали, значит, в Уфу, по-моему, это был 12-й год, агитировали за выборы в Координационный совет оппозиции, а Руслан там, значит, в юрте на центральной площади, значит, вел пикет против региональной власти, тогда еще этот Бабай был, значит, то есть вот Рахимов, да, значит, в этом самом, в президентском кресле. Вот, так вот, значит, мы с ним говорим, я говорю, вот, Руслан, смотри, вот, допустим, власть в Москве поменялась, и пришли там нормальные люди, которые настроены на демократизацию, даже на полную вот региональную самостоятельность, вольность на уважение прав нации на самоопределение и так далее. Вот ты что будешь делать? Он говорит, ну, я буду вот поднимать башкирское восстание, чтобы мы вас, москалей, оттуда, значит, отовсюду выгнали. Я ему говорю, а вот как вы будете решать вопрос, ну, вот башкир в регионе, это второе привлечение, национальная группа, да, там, значит, там, татар, например, больше, отношения, значит, непростые, да, то есть вот, а есть там, значит, русские, все остальные. Он говорит, ну, все равно это наша земля, и мы там все решим, главное, вы русские, то есть там, уходите оттуда, мы там, значит, потом как-то определимся. Вот. А в этой ситуации, с другой стороны, будет ради Хабиров, который будет говорить, слушай, ну, я там уже все, и так все контролирую, вы лучше меня поддержите, а я вот, значит, отгарантирую, что не будет никакого, значит, напряга, значит, побоища и всего прочего. Я говорю на эту тему с Ходорковским, Ходорковский, значит, он даже публично про это сказал, я туда там войска пошлю, если, значит, там будет что-то такое не санкционировано. Ну, и все национальные движения сразу на Ходорковского, о, вот, значит, империалист. А я понимаю, что Ходорковский мыслит просто как прагматический человек, который хочет избежать в этой ситуации крови. Так вот, что делать-то, вот, когда мы будем стоять в такой растяжке? Кого надо поддерживать? Услана Габасова или Радия Хабирова? Ну, смотри, надо... Я сейчас тебе сформулирую тут словом «да» или «нет» не ответишь. Извини за сложный вопрос, но очень интересно. Нет, нет, это тем сложнее вопрос, тем интереснее отвечать, на самом деле. Смотри, в 2012 году, кстати, был Хамитов уже. Они сильно были против Хамитова, потому что при Рахимове как раз башкирские насдвижения были вполне себе в расцвете. А самое главное, те регионы, откуда вот у нас вот и Руслан, и Фаиль, они вот считаются такими исконными башкирскими. И там вот башкир как раз прямо от этнических таких вот башкирских башкир, их очень много. И, собственно, вот тогда, конечно, эти регионы имели больше финансирования, чем при следующем президенте Хамитове, который... Я, кстати, при нем был вице-губерном по внешней политике, и поэтому тогда очень с этим всем пересекался. Я, скорее всего, рядом с этой юртой где-то находился и думал, как бы мне сковырнуть это, когда мы там с ним сидели. Ну, что было, то было, надо признать. Значит, ну, потом мы, правда, с ними все-таки нашли общий язык и взаимодействовали уже, и уже нас движение, как бы они перестали в нас видеть врагов, потому что мы-то врагами им не были. Просто на самом деле у нас подходы были более светские, это правда. Потом по поводу, значит, какого-то там отделения башкирии от России, я всегда к этому относился, отношусь исключительно скептически, хотя бы даже просто из прагматических соображений. И Ходорковский же тоже говорит об этом с прагматических соображений, а не потому, что вот ему хочется обязательно командовать Уфой. Да он власти этой Уфе, я думаю, отдаст столько, сколько она проглотит. Потому что на самом деле, конечно, в Башкирии виднее, как управлять теми или иными процессами там на месте. Потому что когда у нас начали забирать всю власть при Путине, да, забрали одно, другое, третье, четвертое, потом в конце концов директор, блин, лесхоза Путин стал назначать. Я не шучу, я тебе рассказываю, что есть. И когда вот они централизовали все это до нельзя и лишили любой инициативы нас там на местах, и лишили всех денег, всех возможностей, всех попыток чего-то куда-то распределить, где-то что-то построить, вот тогда, конечно, начался коллапс. Тогда Башкирия превратилась в самый совершенно обычный регион из региона Донора, вот этого вот всего богатого. Так вот, как будет, когда начнутся перемены? Никакого Хабирова там, конечно, оставлять будет нельзя, потому что Хабиров должен будет сидеть рядышком с Путиным на одной скамеечке, причем не за спиной даже, а вот прям рядышком на одной скамеечке в Гааге, потому что Хабиров причастен к смерти тысяч людей, которых он туда обманом, иногда силой заставил пойти на это СВО, потому что это было в регионах следующим образом, в башкирских уже регионах, это было следующим образом. Главе администрации присылалась из Уфы разнарядка, 100 человек с тебя родной, хотя у тебя 10 тысяч всего живет, пожалуйста, в батальон имени Салавата Юлаева или имени Шеи Муратова или имени кого-нибудь еще. И вот они, эти главы, приходили, собирали людей, говорили, ты собирайся, поехал в армию, вот тебе еще 200 тысяч зарплаты. А что тут скажет-то? Он собирается и едет, поэтому Хабиров должен будет после войны сидеть в тюрьме, это как минимум. Значит, поэтому никаким президентом он не будет. По поводу Руслана Габасова, слушай, ну смотри, есть демократическая процедура, вот вы там будете с Михаилом Борисовичем где-то сидеть в Москве в каком-то центральном аппарате и решать, как там будет дальше развиваться Россия. Ну хорошо, дайте мы в Башкирии выборы проведем. Давайте там конкурируют Лили Чанышева, Руслан Габас. Давайте, ну я там приму участие обязательно, конечно, потому что Башкирия для меня всегда дом, и я там с удовольствием поработаю. Вот давайте мы посоревнуемся там, давайте проведем выборы, посмотрим, кого как люди поддержат. Может быть, еще кто-то что-то там больше наберет. Давайте пусть он руководит. Может так? У нас как бы демократия нет? У нас с тобой как нет? Да, позиция Руслана заключается в том, что, ну во-первых, это обман, как, значит, это вот там, потому что эти власти, эти правила этих выборов будут устанавливаться где-то там, и на каком основании. То есть он говорит, давайте вы сначала признаете нашу независимость, а потом мы вот у себя разберемся, а потом мы уже решим, мы хотим присоединяться к вашей, значит, новой прекрасной России и будущего, или нет. И логика в этом подходе абсолютно есть, я вам просто говорю, что, Руслан, вопрос только один, да, если как бы вся Башкирия встает за тебя, за твой подход, и это понятно, что, то есть вот там мирный путь развития событий, он именно такое отделение, ну, значит, так люди решили, мы точно воевать не будем. Но вопрос, как определить, особенно когда есть вот разные общины, которые могут с этим не соглашаться, и как тем самым избежать крови. Это большой вопрос. Давай, в завершении я хотел еще одну, значит, вещь сносительно этого сказать. Можешь ли ты, значит, прокомментировать, что, как, куда будет развиваться ситуация, потому что вот по нашей ситуации, по нашей информации сейчас там, значит, договорились о неком временном перемирии, полицейские пообещали, что отпустят задержанных, при этом там, полицейские говорят, что задержали всего четверо, активисты говорят, что не менее 20, файля, значит, вывезли куда-то из здания суда. Но, наверное, вот что очень важно, что появились прямые призывы самих жителей Башкортостана покидать позиции с фронта, возвращаться домой и защищать людей от карателей МВД и Росгвардии. Вот даже лайф у нас есть сейчас. Давай посмотрим. Я призываю всех бойцов Башкирии покинуть территорию Украины и вернуться на свою родину для защиты своей земли и своего народа. Пока вы воюете за амбиции одного человека, ваш народ бьют дубинками ОМОН и Росгвардии. Возвращайтесь на защиту своей земли. Ты видишь? Да. Прямо она, конечно, заслуживает ордена вот этой вот республики. Потому что, действительно, ну, это такое сказать, надо мужество иметь. Это тебе не хабировские танцы перед Свердюковыми. Что там будет дальше? Они обманут тысячу раз, эти менты и чекисты. Они сейчас такие, что с ними разговаривать нельзя ни о чем и ни о чем с ними не договоришься. К сожалению. Это такая власть сейчас вся и менты наши они сейчас все такие же. Поэтому, дорогие мои сограждане, дорогие жители Башкирии, не верьте им. Не верьте. Они никого никуда не отпустят. Бросайте свои ружбайки, возвращайтесь домой. В крайнем случае, там у нас в деревнях есть всегда где отсидеться и каждый из нас такие места знает, где не найдут вас. Пока эту всю шайку не погонят поганой метлой люди, которые пойдут дальше, чем мы сегодня пошли. Ну, Росслав, дай бог, чтобы люди тебя услышали. Могу сказать, что вот когда была вот аналогичная такая история в Дагестане, ну, там, соответственно, призывы, они шли по линии исламских проповедников, мы зафиксировали около тысячи человек, которые вернулись с фронта домой. То есть, это было тысяча спасенных жизней, соответственно, дагестанцев и, ну, наверное, можно смело говорить, что аналогичное количество украинцев, да, которые не погибли от противостояния, поэтому это уже было большое дело. Дай бог, чтобы в данном случае было бы не меньше, а может быть, даже и больше. Спасибо, что ты провел с нами это время. Ростислав Мурзагулов был с нами в эфире, шеф-редактор открытых медиа, журналист, политолог и наш друг. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин